У рабов Полное равенство Вы только послушайте Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты Русский бог Уже спасавал преддешевкой Нынче у каждого ум не свой Нынче ужасно мало особенных ролов Все одаренные и передовые люди России Были и есть и будут всегда Как артёшники и пьяницы, которые бьют саму И всем снова привет И я дочитал роман Фёдора Михайловича Достоевского Бесы Этот роман мне очень сильно понравился Он состоит из трёх частей Три тома таких небольших И вообще Я был полностью поражён Я изучил всю биографию Достоевского Посмотрел, естественно, в Википедии где же ещё И посмотрел весь фильм Достоевский Можете его тоже посмотреть Очень подробно всё Актёры подобраны очень хорошо Очень похоже даже Точа-точа как будто бы Достоевский И его жена Ну, фотографиями, картинами Если смотреть, то очень хороший И фильм получился просто отлично Также я смотрел экранизацию Бесов И подобраны актёры очень хорошо Я считаю, даже по образу каждый подходит И это просто прекрасно Когда ты смотришь и видишь Не актёров, а настоящих людей Которые вот живут вот в этом моменте И это прекрасно И даже когда смотришь этот фильм Вспоминаешь то, что у тебя было в голове Что ты представлял Но ты представлял немного по-другому И других героев Но всё равно это ничего такого Не вызывает никакого отрочения А наоборот, ты такой смотришь А, вот как видел режиссёр этот Или автор этой книги Интересные мысли появляются по ходу фильма Сам сюжет очень интересный Правда, первая книга Мне показалась это просто вот-вот Бадаха И ничего такого я там не узнал Кроме беседы Кириллова с Таврогиным И всё И началась, наверное, только кульминация В третьей части И вообще что-то, какое-то движение В третьей части уже началось И поэтому для людей, которые не любят терпеть Вот это всё ходу Но это можно понять Достоевского Ему очень мало платили за страницу И ему приходилось Немного уж каких-то слов добавлять Там страниц лишних Описаний Всё такое Но он передал главную суть и главную мысль Там очень много мыслей Каждый персонаж Это отдельная идея Это какие-то, ну, сформированные личности С каждой своей идеей И Тостоевский это очень Ну, хорошо делает У него талант И мне очень понравились В основном Самый мой любимый герой Это Алексей Кириллов И который мечтает самоубийца Вот, вот в таком-то Нет, я не мечтаю Но вообще Он мне очень понравился Своими идеями Своими мыслями Потому что Именно он Высказывает в будущем Идею экзистенциализма О чём Жан-Поль Сартер Скажет только после Второй мировой войны О Достоевске И говорить сейчас Уже в конце девятнадцатого века Семидесятых годов Девятнадцатого века И это очень прекрасно Это гордость берёт Когда понимаешь И основатели экзистенциализма Жан-Поль Сартер Альбер Камю Зачитывались Достоевским И я полностью Прочувствовал Вот эту всю его эстетику И мне Так понравился Писатель Теперь он Сам мой Любимый Ну вместе с Лермонтовым Естественно Это люди Лермонтов создал Первый психологический роман В России И Стоевский Сам Оба психологи Просто человеческой души И поэтому Мне наверное Они нравятся Мне нравятся Такие психологические Вещи И Сам Достоевский Мне удивило то Что он Оптимист Что он Верит в людей Обычно Когда я думал Что Достоевский Достоевский Что-то мрачное Какое-то было Что-то Ммм Такое Ммм То печаль Смерть Какие-то вещи Нет А Оказалось наоборот Достоевский Верит в людей Он Наоборот Хотел Ммм Показать людям Что нельзя Оставаться Нельзя Ни в коем случае Никогда Он сам Десять лет Был в каторге Это Просто Десять лет Пробыть в каторе И он Читал тогда Библию Это единственная Книга Которая Разрешена Во строге И Тогда он Понял Много чего И это Научил его Не сдаваться В жизни И И у него Было Столько Неудач В жизни Он Игроман Он Проигрывал Деньги В казино Он Всегда Был в долгах У него Еле сводил Концы С концами И Все это Было Очень тяжело У него Закрылся Журнал Который Выпускал Его Полностью Разнесли Плох и прах Как и Критика Бесов Так же Больше всего Кстати Обиделся Тургенев Вот Тургенева Я вот сейчас После бесов Начал Ненавидеть Дело в том Что Бесах Достоевский Показывает Сатиру На Тургенева В образе Писателя Кармазинова Кармазинов Он хочет Понравиться Всем Всем течением Западникам Славянофилам И еще Каким-то Нигилистам И это же Тургенев Он увидел Течение В России Давай Тебе Для Нигилистов Вот Отцы И дети Ну и так далее И он Пытает Ну Кармазинов Это Реально Тургенев Оказывается Еще Когда Корабль Тонул Расталкивал Людей И Сталкивал Людей И сам Первый Садился В этот Маленький Кораблик Чтобы Спастись Я забыл Как это называется И Он просто Человек Он даже Не считал Россию За свою Родину Хотя Он там Родился Боже И Сатира Там Есть такая Что даже Кармазинов Говорит Когда Корабль Тонет Крысы Из него Первые Вылазят И вот Ну Ему Верховенский Отвечает Что Не волнуйся Успеешь Ты Вылезти С тонущего Корабля И вот И Тургенев Он просто Там Разозлил Был В ярости Когда Понял Это И Слишком Уж Совпадали Биография Кармазинова И биография Тургенева И Я Разочаровался В Тургене Вот Но Достоевский Понимал Многие Многие Вещи В Образе В Образе Самого Петра Степановича Он Показывает Такого Манипулятора Альбер Камил В будущем Потом Скажет Что Верховенский Петр Это Образ Диктатора Потому Что Он Действует Только Какими-то Манипуляциями И Какими-то Интригами Даже Ставрогин Главный Герой Ставрогин Говорит Что Там Они В общем По сюжету Если Сейчас Будет Спойлер Можете Перемотать Надо Не будет Его Не будет Все Просто Николай Ставрогин Говорит Что И Верховенский Его Поддерживает Всегда Укокошите Одного Человека Из Пятерых В Четвером И Свяжите Их Общей Тайной Кровью И Слово Сказать Не Смей Вот Также Достоевский Думает О революции В то Время Назревала Как раз Таки Революция И Достоевский Думал Нужна Ли Революция России И Какая Нужна Он Этим Примером Хотел Показать Что Революция Это Как бы Высокая Цель Поставить Либерализм В России Права Человека Установить И все Такое Она Высокая Цель Но Не Выше Человеческой Жизни Нельзя Переступать Через Человеческую Жизнь Ради Такого Это Не Стоит Того Нельзя Сделать Весь Мир Счастливым Даже Убив Одного Человека Нет Он Говорит Против Крови Он Понимает Что Россия Без Монархии Не Выдержит Другая Вот Система Ей Вообще Не Подойдет Ни Социализм Ни Капитализм Ладно Можно Что Но Нужна Нормальная Монархия Вот Что Он Хотел Сказать И Он Был Против Революции Кровавой Революции Не Мог Поверить Зачем Люди Русские По своему Умные Убивают Людей Таких же Русских В общем Он против Этого И Это он Высказывает В своем романе Идея ведь была Проста То что Зло Мелко Обычно И зло делают Обычные люди Ради того Чтобы достичь Своих Каких-то Целей И все Обычные люди Творятся Не такие Зло Невелико Вот И это был Роман Беса И Достоевского Всем Советую Прочитать Это как Прививка От дурных Таких Вот Мыслей Что Давайте Против Правительства Или еще Куда-то На митинг Все Вот Эта Революция Все Это Вот Нет Я уже Такому Не подвержен Чтобы Не закончилось Все Как Там А как Закончилось Там Вы узнаете Когда Прочитаете Вот И вам Сайт 3 Вот Если Хотите Еще Что-то Поподробнее То Пишите Я Может Еще Сделаю Следующая Книга Моей Будет Ночь Нежна Фрэнсис Скотт Фидероль И мы Отправляемся В 20 Года 20 Века Вот Всем удачи И всем пока Субтитры